приветствую вас друзья на канале погода в кировский и я погода погода сегодня летняя летняя погода наконец-то да это летний выпуск не знаю тоже экспромт тема которую я давно уже хотел бы затронуть и поговорить о лете а именно о том что из себя представляет принципе лето в нашем сознании как мы его воспринимаем конкретика моего сегодняшнего размышления находится в том как мы воспринимаем конечность лета почему наступление лета несмотря на то что даже она вот вот только только начинается только-только расцветает все зеленеет это первое тепло но мы уже воспринимаем его с небольшой такой грустинка и думаем о том что все же это лето скоро закончится и в порыве вот этих ощущений ощущений того что лето не бесконечное она пройдет самого начала мы держим это в голове мы пытаемся придумать и решить как нам это лето прожить и пытаемся заполнить это лето максимально продуктивно с позиции будущих воспоминаний чего лично у меня буду говорить за себя не происходит на фоне зимы то есть когда наступает зима ты как бы расслабляешься весь у тебя нету таких вот причин волноваться о том что ты что-то не успеешь в отношении с этим временем года у тебя нету каких-то планов конкретно который нужно осуществить для того чтобы как-то их записать в памяти для того чтобы не упустить ничего зима в данном случае она не имеет этих границ которыми обладает лето то есть сейчас то о чем я хочу поговорить это горизонт горизонт событий которые рождает лето лето это маленькая жизнь действительно да вот эта граница между началом и концом окончанием лета это некий феномен одной маленькой жизни когда ты хочешь в этот короткий промежуток времени в каких-то краях это может быть даже полгода тепла до что даже очень хорошо в наших краях это ровно три месяца три месяца даже может быть меньше в зависимости от года теплого времени в которой ты пытаешься впихнуть какие-то впечатления воспоминания не упустить ничего но жизнь она расставляется таким образом что не всегда лето даже исполненная какими-то активными действиями насыщенная фотоотчетами поездками или же путешествиями или там какими-то делами которые ты успел переделать за лето может не отразиться все равно вот этой своей наполненностью все равно при окончании или завершении этого сезона ты можешь остаться как бы опустошенным то есть не поняв как она кончилась как оно прошло что ты делал ты не можешь вспомнить какие-то детали ты просто понимаешь что все лето закончилось и вот эта маленькая жизнь она как бы прожита но не зря без каких-то впечатлений или она не наполнила наполнила тебя теми смыслами которыми ты так ревностно хотел наполниться когда вкусал первые признаки лета и его само так вот вот этот вот горизонт событий горизонт событий которые выстраивает лето почему мы воспринимаем лето как что-то ценное потому что у лета есть фаза фаза которую мы четко считываем определенная фаза жизни в этом промежутке времени это как действительно маленькая жизнь к на которую мы надеемся как на что-то великолепное прекрасно ассоциируя это все еще с теплом конечно у зимы это этой границы нет она размыта она бесконечна зима бесконечности обладает и поэтому зима не обладает таким волнительным трепетным отношениям субъект живет считает дни до начала лета чтобы потом вот такое вот производить все лето мешая людям наслаждаться и записывать вот такие роли для кого-то лето это вот этот пердеж на мотоцикле ладно оставим этого мудня в покое а говорим мы о лете о лете и о его границах его причастности в тот крошечный момент жизни в который мы хотим внедриться внедриться своим существом запомнить его максимально сделать что-то для себя для того чтобы это лето вспоминалось всю зиму и наполняла нас впечатлениями и каким-то осознанием того что все это было не зря и почему собственно лето обладает этим вот этой потребностью а зима нет потому что у лета есть горизонт горизонт очерченный самим временем года наверное на юге это время года она отсекается может быть там сезоном дождей я не не жил в каких-то тропических регионах я жил только средней полосе и у себя вот здесь вот в краях на севере где это четко чувствуется и определяется именно вот этим вот временным срезом то есть календарным срезом чтобы лето был наполненным нужно отключать а состояние того что ты живешь в лете и заниматься только тем что ты абсолютно четко сейчас позиционируешь как свое занятие то есть фактически нету разницы зима это или лето наполнится можно только благодаря тому что ты сосредоточена делаешь то что любишь в этот момент и все нет разницы между зимой и летом и только это может тебя наполнить у меня был момент когда я жил сначала в москве и там вот проживал ну большой город до лето какие-то события какие-то определенные действия вас постоянно вокруг много всего и город расцветает жизнь раз расцветает люди выходят на улицу кучу народу куча красивых девушек куча всяких занятий можно проводить время на на улице кататься на велосипеде наслаждаться путешествовать но ни одно лето за десять лет я не помню в москве который бы меня наполнила так как наполнила лето однажды которые я испытал здесь уже после возвращения в свой родной город когда занимался любимым делом я одно лето я провел с таким творческим порывом с таким творческим отношением так погрузился в то что хотел создать что после того когда лето завершилось началась осень я первый раз в жизни ощутил что она была абсолютно полным и мне даже не хотелось продолжение этого лета да или мне же не хотелось мне не хотелось сожалеть о том что она закончилась я чего-то не успел для мне хотелось продлить его чтобы пожить еще в нем нет это было абсолютно совершенное действие как полноценное завершенное действие всего и лето и мои занятия и ощущения которыми я наполнился даже не с позиции воспоминаний да не с позиции воспоминаний а с позиции того что собственно сам создал в этом в этом состоянии находясь в лете что я создавал что я делал и вот эти границ не существовало в тот момент когда я жил этим летом и не существовало горизонта очерчивающего время и вот эту фазу которая сразу же на нас накидывает свое сожаление сожаление о том что вот сейчас он началось и но она же закончится и мы как бы уже идем к этому финалу и вот это твой вот это вот позиционирование себя в конце как бы считаю что лето вот оно его нужно прожить хорошо чтобы она уже закончится и вот если ты думаешь о том что сожалеешь вначале что лето ограничено и нужно что-то успеть то скорее всего у тебя не будет возможности наполнить свою жизнь в этот период времени таким образом чтобы лето не принесло тебе некое разочарование от того что она закончилась и это очень интересный феномен и связан он только с личностным отношением тому что ты сегодня сейчас в этот момент делаешь и как бы отключаясь используя лето просто как ресурс для своих занятий это только потому что ну эти занятия есть сейчас и в этот период времени и неважно так случилось что это лето значит это лето и ну значит ты делаешь это летом то есть нету сожаления о том что ты живешь в периоде ты просто живешь а лето она она просто есть и существует рядом с тобой а ты в нем и это вот наверное принесло мне то то ощущение которое я первый раз летал поняв что лето был настолько полноценным этот период что действительно я прошу маленькую жизнь которую полностью завершил вот что мне дало наверное в то лето вот это понимание что можно прожить жизнь так чтобы не сожалеть о ее завершении и вот наверное к этому я сейчас и подвожусь чтобы рассказать именно об этом лете о том лет용 которые я прожил и почему она так меня наполнила не было сожаления что она закончилась и радовался что она прошло именно так как оно прошло и эта маленькая жизнь была завершена полностью, полноценно. И я с гордостью как бы финализировал, сам календарь финализировал лето, а я с гордостью резюмировал, что мое лето было абсолютным, абсолютным. И я его завершил с абсолютным ощущением удовлетворения. А самое главное, что мне не хотелось даже продолжения, но мне хотелось единственного, наверное, еще раз сделать такое же лето, чтобы оно получилось, чтобы ощутить ту же полноценность. Может быть, это как желание прожить еще одну жизнь, но единственный момент, что прожить еще раз так же свою жизнь не получится, если пойти тем же путем и попробовать ее прожить, делая то, что ты делал в период этого лета, которое тебя так насытило. Я попытался прожить так же следующий год, думая о том, что мне нужно жить год точно так же, пытаясь его насытить теми же вещами, и у меня не вышло. А у меня получился полный крафт. То есть, фактически, я не только не получил и не испытал радости от самого лета. Само лето было тягостным, очень вязким, очень ломким, взъерошенным. И абсолютно не принесло мне никакого удовлетворения в плане той наполненности, которая была оставлена предыдущим летом, о котором я сейчас сказал. И тут, наверное, самое интересное – это как раз та сила незнания, отключение вот этого горизонта как сама жизнь. То есть, мы не знаем, что будет завтра. Мы просто живем сегодня, надеемся просто, что завтра будет в принципе хорошим днем, когда ложимся спать, благодарим этот день за то, что он был таким, каким он был, и ложимся спать с благодарностью того, что день был хорошим. Просыпаясь утром, мы благодарим, что утро настало. Вот, наверное, это гипотеза и это состояние, и это правильное состояние для того, чтобы жить без горизонта. Тогда и лето, оно будет таким, каким оно должно быть в плане того, чем оно и должно являться – маленькой жизнью, которая может оборваться в начале лета для кого-то в плане надежд каких-то. А для кого-то может быть песней или пердежом. Вот как этот тырчик, который где-то там ехал и пугал всех. Вот. Сила незнания. Здесь сила незнания и умение отключить эти свои амбиции в отношении гонки за ощущениями. И честность приводит к тому, что мы можем маленькую жизнь создать, прожить и оставить ее такой неповторимой, что больше взять-то и нечего. То есть, полным удовлетворением отпустить этот прекрасный миг, называемый летом. И еще один момент, который я хотел сказать перед желанием лета прожить наполняющей. Вот сейчас лето, в принципе, у нас оно только началось. На севере, на Кольском полуострове сейчас первые действительно летние дни начались такие, которые чередой идут. И это ощущение вот именно в этой очередности теплых дней, оно начинает проявляться как лето, как период теплых дней. И вот это вот желание прожить лето запоминающимся у меня сегодня тоже есть. Я как раз хочу вот этим роликом поставить такую меточку, чтобы потом вернуться к этой теме осенью, когда я проживу свое лето. И я вам расскажу, как оно у меня прошло. Осталось ли оно у меня в памяти, в ощущениях прожитой жизнью, которая меня полностью удовлетворила. И я полностью удовлетворен этой жизнью, которая произошла этим летом со мной. И можно будет вернуться к этой теме осенью. Наверное, резюмируя сейчас то, что хотел сказать про лето, это размытие горизонта событий. А именно размытие горизонта событий тем, что мы не должны задумываться над тем, что лето конечное, а просто делать, смотреть. Вот я сейчас гуляю, и почему-то у меня есть такая мысль, что мы должны смотреть под ноги, когда живем лет. Смотреть не вдаль, когда наступает лето, а как бы метафорически смотреть под ноги. Смотреть то, куда мы ступаем, то, куда мы идем. И тогда лето, наверное, будет удачным. Это сейчас у меня родились такие ассоциативные мысли. Я даже не хотел выводить эту формулу, но она мне напрашивалась, еще минут назад появилась и говорит мне, скажи это, скажи, что нужно смотреть под ноги. Я повторяю это. Нужно смотреть под ноги, когда живешь лето. И только зимой, наверное, нужно смотреть вперед. Вот смотреть туда, вдаль, выходить и смотреть вдаль. А зима позволяет это делать безопасно, потому что у нее нет границ. У зимы нет границ. Зима – это классное время года, когда ты можешь осмыслять вещи, никуда ты не гонишь, не бежишь, не гонишься, ни зачем. И, видимо, вот эти фазы – лето, зима, сменяемость наши предки, наши предшественники, они воспринимали более правильно. То есть лето они жили трудом, они смотрели под ноги, и они наполнялись этим летом. Именно в том, что они делали, отключаясь от того, что они живут именно летом. То есть лето давало им возможность жить трудом. И они трудились, они творили то, что называлось пропитанием и жизнь. Их была сосредоточена только вокруг труда. Вот именно такую жизнь я прожил одно свое лето, не в праздности какой-то летнего отдыха, а именно соединил труд и лето. У меня соединилось в одно целое. И труд, причем он был абсолютно, как бы сказать, удовлетворен своим результатом. Он меня удовлетворил полностью. Мой труд меня удовлетворил полностью своим результатом. И вот это, наверное, послужило конечной и финальной фазой того, что лето у меня получилось единственное в жизни лето, которое я абсолютно прожил как маленькую жизнь, полным удовлетворением того, что со мной произошло как маленькая жизнь. Поэтому вернемся к этой теме осенью. И я буду смотреть под ноги и буду стараться не думать о том, что лето когда-то закончится, а буду просто жить здесь и сейчас. Поговорим об этом осенью, что получилось. А вы мне, возможно, расскажете о том, как вы прожили свое лето и получилось ли вам создать вот эту вот жизнь и прожить ее так, чтобы не возвращаться и не было желанием вернуться или чего-то ощущение того, что что-то не успел, что-то нужно доделать или прожил вообще не помню, как это лето прошло. В общем, вернемся к этой теме осенью. Это был канал «Погода в Кировске» и я «Погода», а это «Лето». Пока!